Всем здравствуйте! Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня хочу сделать расклад о перезагрузке, которая происходит с нами. Сейчас такие времена достаточно очень интересные. С точки зрения развития я всегда смотрю, по крайней мере, на своем канале. На всякий случай еще скажу некоторым комментаторам, что провоцировать меня на высказывания по поводу обстановки в мире сейчас и вообще, что происходит, когда мне иногда так пишут, игнорирую, я не игнорирую. Дело в том, что мой канал направлен на саморазвитие. И что бы ни происходило в мире, я всегда буду рассматривать через призму самоопознания. Насколько обстановка либо перемены в мире, либо вообще в жизни, они влияют именно на, скорее всего, не то, чтобы влияют, а способствуют развитию самого себя. Поэтому высказывать свое мнение, и у меня канал не политический, я говорила уже об этом, что у меня есть некоторые табу. Одно из них – это тема политики, я не высказываюсь, другое – это тема религии, я не высказываю свою точку зрения. Дискуссии на разные такие провокационные моменты в мире дуальности, они, мне кажется, совсем неуместны. Почему? Потому что всегда люди будут делиться на один штаб, как говорится, и другой, на красных и белых, те, кто за Россию, либо те, кто за Украину, либо кто за войну, либо против войны. Я не рассматриваю жизнь с такой точки зрения. Я рассматриваю через призму самопознания, как в этой обстановке я могу узнать себя лучше, какие качества я буду высвечивать. Поэтому еще раз скажу, и это будет последнее, что мой канал про самопознание, любая обстановка, она будет рассматриваться через призму самопознания. Какие качества мы подсвечиваем, какие увеличиваются, на чем нужно проработать. И я не буду высказываться и на какой-то вот такой счет по поводу того, что происходит, и провоцировать меня, и манипулировать мною, вызывая меня на эмоции. Это достаточно, ну, такая детская позиция и незрелая. Вот, но все же, давайте мы с вами приступим. Позиция номер один, голубенький камешек. Давайте посмотрим, какая сейчас перезагрузка происходит у вас. Какая перезагрузка происходит у вас? Становление вас как личности. Вы была императрица. Императрица – это архетип, независимо от того, что женщина или мужчина, это архетип человека, уверенного в себе, с внутренним истержением, но при этом имея такие больше женские качества, такие, как мягкость, как гибкость, умение обходить острые углы, не в плане избегания конфликтов, а с более такой, знаете, мудрой позиции, пониманием того, как устроен вообще мир. Императрица – собирательный образ четырех королев, значит, как правило, это человек, который в равной степени может проявлять все четыре стихии. Это огонь, вода, воздух и земля. Императрица – как, опять-таки, символ, если мы будем говорить, человек, который, если мы говорим через призму мифологии рассматривать, то в архетипе императрицы заложен миф Деметры. Деметра – это, так скажем, прародительница мистерии, и ее архетип, помимо ярко выраженного материнства, говорит о том, что она была богиней плодородия и изобилия, и она подарила людям земледелие. В плане, знаете, умения сеять зерно и его взращивать. И здесь вот с точки зрения как раз-таки самопознания, мы не рассматриваем через взаимодействие, вот именно в прямом, в материальном плане взаимодействия с землей, хотя такое тоже может присутствовать. А здесь, скорее всего, смысл идет о том, что умение правильно сажать зерна и видеть вот именно рационализм и мудрость, понимание, которое мы вкладываем в каждое свое зерно, что из этого прорастет. То есть умение смотреть вглубь, но с точки зрения большей практичности, поэтому проживая на земле, не витая в облаках. То есть именно познание себя через, опять-таки метафорично, взращивая те семена, которые мы сеем. И вот сейчас у вас происходит, если мы говорим о перезагрузке, как раз-таки становление такого человека, человека, который понимает четко свои границы. И я неоднократно говорю, когда ты научаешься понимать себя, свои собственные мотивы, тебе проще смотреть и взаимодействовать с людьми, смотреть на людей и взаимодействовать с ними. Почему? Потому что ты понимаешь уже мотивы, то есть что скрывается за видимой вот этой вот... Как она, блин, по-русски называется? Завесой, да, так скажем, либо той маской, которой, в принципе, одевают люди. Почему? Потому что, опять-таки, через понимание себя вы понимаете других людей. Через понимание своих собственных границ, через уважение к самому себе вы начинаете понимать, как вам взаимодействовать с людьми, то есть где люди нарушают вашу границу, где, наоборот, вас ценят, а где обесценивают. То есть вот именно через это взаимодействие, но первично должно быть понимание себя в первую очередь. То есть не то, что я не хочу, чтобы люди делали по отношению меня, а первично, что я хочу вообще в этом мире. И вот ваша перезагрузка сейчас, она такая достаточно глубокая, и она связана больше с развитием, да, вот именно увеличение чего-либо в вашей жизни, да, через рост. Но рост это не просто как прибыль-достаток, а именно следствие тех зерен, которые вы сеяли в прошлом, и вы сейчас пожинаете. И в нынешний момент сделать акцент на те зерна, да, на те семена, которые вы будете сеять для того, чтобы в будущем получить то, что вам необходимо. Может быть, для кого-то сейчас покажется, что я говорю так достаточно абстрактно, но дело в том, что все-таки общие расклады, каждому человеку проще примерить на себя, да, вот ту энергию, которую я сейчас считываю и транслирую. Потому что конкретно сказать, что вот у тебя будет в этой области, у тебя будет в этой области нет, потому что великие арканы, они говорят про масштабность, они говорят про глобальность, про рост, про развитие. Сказать, что вот в какой-то одной сфере будет развитие, нет. Любые изменения, перемены внутри нас, они влияют в равной степени на все сферы, в какой-то больше, в какой-то меньше. Но выстраивание, вот сейчас просто у вас идет какая-то новая модель поведения, да, вот в которой вы сеете, выстраиваете для себя. И вот это как очки, которые мы одеваем, и на них, допустим, написано слово развитие. И вот куда вы не повернете головой, да, везде, глядя на мир, через очки, на которых написано развитие, вы это слово будете замечать. Поэтому сейчас очень важно то, что вы сеете. Такая вот у вас идет перезагрузка. И она наполнена, направлена, скорее всего, если вы женщина, то на именно такое вот то, что мы говорим, да, женское счастье. Такое красивое слово, каждый вкладывает свой смысл. Про наполненность эмоциональную, знаете, здесь больше про расслабленность, про... иногда бывают такие моменты, пример приведу, когда смотришь, да, на... ну, у кого есть дети. На то, как дети растут, либо как они получают какие-то свои успехи. Вот это, вы знаете, состояние умиления, да, вот ты смотришь на что-то такое, и тебя это умиляет. Вот красивое такое слово, оно вроде бы не включает как-то эмоционально, но при этом приносит какое-то вот удовлетворение. Вот здесь вот про это, знаете, когда я... Жизнь меня умиляет, да, когда вот это вот настроение, такое приятное, наполненное, но за ним скрывается огромный багаж знаний и опыта. То есть это не какое-то вот такое легкое состояние радости, да, это не эмоция, а это, скорее всего, знаете, вот про... Такое очень глубокое чувство. У меня оно вызывает образ такой, знаете, зрелой женщины, умудренной жизнью, знаете, где-то с какими-то морщинками. И вот она больше, знаете, так смотрит на мир, она его созерцает, нежели как-то что-то совершает. Почему? Потому что, ну, как будто бы, знаете, здесь уже не нужно ничего делать, а нужно просто наслаждаться, да, вот умением наслаждаться. И сейчас, если простым одним словом, то перезагрузка, она будет направлена именно на момент счастья. Может быть, вы как-то для себя решили, либо разрешили себе больше какого-то такого, я не знаю, состояния счастья, что ли, отбросить, вот все уже не нужно. И как-то вот акцентироваться на, действительно, на существенном. Вот. А если же вы мужчина, то здесь вот акцент как раз-таки на, знаете, на наслаждение настоящей женщины. Что я подразумеваю по словам настоящей? Вот какой смысл вкладываем в слово архетип, да, женщины? Такой, знаете, статусный, важный. Здесь не про внешность, а здесь, скорее всего, про манеры, про повадки, про какие-то позитивные качества, которые больше выражают именно женские качества, более пассивные, нежели активные мужские. Вот здесь для вас, например, либо нахождение такой женщины, либо если в вашей жизни присутствует такая женщина, здесь идет вот именно взаимодействие с этой женщиной. То, что направлено, скорее всего, может быть, на статус, чтобы в вашей жизни была такая статусная женщина, либо дать ей этот статус, либо здесь материнские аспекты проходят. Но однозначно это то, это оправленная женская энергия, которая присутствует в вашем пространстве. Вам это сейчас необходимо. Вот как будто бы переразгрузка ваша произойдет, если вы мужчина, через именно женскую оправленную энергию. Так, следующий вопрос. Для чего она вам нужна? Давайте посмотрим, для чего вам нужна эта перезагрузка. Одна карта, вторая. Смотрите, здесь была одна карта материализма, другая карта конфликт. Это прям вот по первой чакре, да, по самой низшей, потому что низко первой. Для чего вам это нужно? Здесь не случайно выпала императрица, а не верховная жрица, как архетип. И именно такие, знаете, земных наслаждений, через призму материального какого-то аспекта. Может быть, для вас сейчас это и важно, да, финансовый аспект, либо вопрос безопасности, вопрос выживания, вопрос здоровья и вообще энергетики, наполненности. Для чего нужно? Потому что у вас есть какой-то конфликт внутри вас, непосредственно связанный с материальным. Скорее всего, здесь духовная часть достаточно хорошо развита, а вот материальная, она как будто бы не выстроена. И вот сейчас есть какое-то вот сражение, да, непринятие именно материального аспекта. И знаете, какая-то вот конкуренция здесь присутствует. Здесь я не могу сказать, что вот какая-то вот прям борьба, что я должен выжить, да, как что-то все так сложно. Нет. А здесь, скорее всего, если мы затрагиваем, например, профессиональную сферу, да, то здесь речь идет о конкуренции. То есть, безусловно, если я стремлюсь к архетипу императрицы, человека, живущего в благости, да, как в духовном, так и в материальном, финансовом аспекте, на физическом плане, то здесь как раз вот баланс это должен выровняться. Как я уже сказала, с духовностью хорошо, а вот с физикой как-то не очень. И здесь все больше сил, как будто бы направлены на материальный аспект, чтобы и там тоже все было благостно. И сейчас как будто бы не очень у вас с этой сферой все хорошо. Либо вы ее как-то начинаете расширять и сталкиваетесь с какими-то сложностями, да, с непринятием. То есть идет какая-то вот борьба о материальном плане. Здесь вот как будто бы, знаете, нужно примирить вот эти две части. Причем примирить в плане того, чтобы увидеть, что если вы действительно изобильны духовно, то и материально вы будете. Просто здесь ваше восприятие, материя, оно немножечко, как это сказать, знаете, вот вы как будто бы разделяете. То есть вот это материя, а это духовность. А на самом деле это одно и то же, просто в разных мирах она проявлена по-разному. То есть на тонком плане это в виде, допустим, энергии, а в физическом это в виде, там, я не знаю, денег, либо бумажек, либо монет. То есть другое проявление, но энергия одна и та же. Вот у вас просто в голове идет немножко разделение, вам нужно соединить. Здесь именно на ментальном уровне каком-то, да, нужно прийти к примирению. К примирению, знаете, вот как-то заземлить, я бы сказала. Да, заземлить свои знания через материальный мир. Здесь мне сразу показывают, что вот этот вот конфликт, он связан с тем, как вы зарабатываете деньги. Мне здесь почему-то показывают, что те знания, которые у вас есть, вам нужно больше их отдавать и за это получать деньги. Но для этого здесь нужно научиться коммуницировать, либо рассказывать о своих услугах, либо, знаете, здесь, ну вот такое ощущение, как на базаре, да, причем где-то это базар на, может быть, в Азии, да, там в пустыне бедуины, как они продают. То есть, знаете, вот именно договоренность, где-то скидки, где-то, вот как это, умение продавать, это не просто обозначить какую-то цену, да, а это умение, знаете, как-то вот очень выгодно показать свой товар таким образом, чтобы заинтересовать человека. То есть здесь какие-то дополнительные навыки необходимы для того, чтобы не просто рассказать, да, и купи, а как-то вот включить коммуникативные навыки, навыки ораторского мастерства, может быть, актерского такого искусства, да, когда где-то подыграть, где-то, может быть, постить человеку, да, где-то поблагодарить, где-то похвалить. То есть вот здесь, здесь не про манипуляцию жесткую, а вот именно то, что присуще именно продажам. Вот если на базарах бывали, прям такие интересные моменты там происходят, что цепляет как-то эмоционально клиента, что он прям вот хочет это купить. Вот здесь вопрос даже не в продажах товаров, а здесь вот именно в вашей коммуникации. Вам нужно больше о себе заявлять, проявлять, разговаривать с разными людьми. А вы, это ваша слабая сторона, вы убегаете. Вы убегаете, почему? Потому что вы как будто бы боитесь обмана, ложи, здесь дьявол выходит. Здесь вы боитесь. То есть вот ваше как раз восприятие, связанное с взаимодействием с людьми, особенно если вы продаете какие-то услуги, вот вам хочется, чтобы быть, знаете, вот такой вот честный, да, вот я сказала, все, ты пришел, заплатил, и на этом все. Нет, продажи так, они не получаются. Здесь вот ваше восприятие, что как будто бы вы обманываете. Надо немножко по-другому посмотреть. Вы никого не обманываете, а вы просто учитесь выгодно показывать свой продукт. Понимаете, здесь дьявол, да, вот одевание этих масок. У меня такое ощущение, что здесь идут, знаете, люди, которые могут предлагать, например, если это профессиональная сфера, почему-то мне здесь вот именно конкретно ее показывают, поэтому я на ней делаю акценты, не рассматриваю что-то другое. Если вы предлагаете услуги, там, я не знаю, связанные как-то с предоставлением продажи информации, да, то здесь не в плане того, что надо вот как-то хитрить, а здесь надо посмотреть на эту ситуацию, знаете, как некая такая игра, как некое такое театральное представление, где как бы вы проигрывали эту роль, если бы это была роль, а не если бы это, ну вот вы в реальном мире, да, то есть как-то вот более играючи, более легче, потому что здесь вы как раз таки, понимаете, фишка в чем? У вас есть способность продавать, у вас есть способность взаимодействовать с людьми, но вы смотрите на это как-то вот прямо, ну, как это напористо, прямолинейно, а вам нужно посмотреть на это, знаете, с точки зрения некой такой игры, что вот именно через эту игру вы так или иначе включаете свой интеллект, свою способность выстраивать вот эти вот стратегические ходы, то есть, а вот если я скажу клиенту так, да, предугадывать его какие-то потребности, предугадывать его последствия, последующие шаги, то есть включиться в этот вопрос, как-то, знаете, с точки зрения игры, а смогу ли я тебя обыграть, то есть не в плане, что я тебе продам, здесь не про это, а здесь про использование вашего интеллекта во благо вам, не во благо того, чтобы обмануть другому человеку, да, именно во благо вам, так, и, что я еще хотела посмотреть, что вам даст эта перезагрузка, то есть для чего вот вам она нужна, здесь точно должно измениться как-то ваше материальное положение, но все равно, для чего она вам нужна, ну, она вам нужна для какой-то, знаете, вот разрядки, да, для потрёки кубков, для лёгкости, для обновления вашего окружения, возможно, сменятся ваши друзья, общество, это даст вам какой-то новый шанс выйти на первый план, я бы так сказала, уйти от состояния, когда вы периодически чем-то жертвуете, да, здесь очень часто вы закрываетесь для каких-то, знаете, вот самокопания, углубления, да, самоопознания, а здесь, и это вызывает, вот какой-то, знаете, такой момент, как будто бы стагнация, то есть, да, рост, здесь идет, понимаете, несостыковка, духовный рост, он очень высокий, а материальный, он достаточно низкий, то есть, здесь разница большая, и отсюда у нас конфликт, у нас все должно быть равновесие, то есть, в духовности, вы как будто бы в развитии, вы ушли на несколько ступенек выше, а в материальном, ваше положение не изменилось, и вот оно не состыкуется, нету вот этой вот гармонизации, что вам нужно как раз-таки уравновесить это, поэтому изменение вашего физического плана, именно материального вашего аспекта, она вам поможет как раз-таки вот то, что мы говорим, заземлить вот эту вот свою духовную энергию, в материальную, чтобы она проявилась, то есть выйти из этого состояния, когда я очень много чем жертвую, да, вот эти вот страдания, переживания, поиск своих каких-то сценариев, почему все так устроено, почему со мной это происходит, пересмотрение с разных позиций, той ситуации, в которой вы проживаете, то есть вот этот вот анализ, его очень много в вашей жизни, и такое ощущение, что вот вам не хватает просто жить, да, ни о чем-то не думать, не анализировать, а просто жить и наслаждаться, вот именно в физическом мире, и для этого вам как раз таки изменения в вашем физическом мире, а для вас очень важны сейчас, на данный момент финансы, вот этот конфликт, он должен, он показывает, что вы знаете, как-то как будто бы я не совсем принимаю то ли деньги, то ли то, что происходит, я не знаю, какая-то свою бытовую жизнь, да, повседневность, то, что меня окружает, я не говорю, что вы убегаете в иллюзии, нет, а здесь просто нужно потянуть, знаете, вот в колесе баланса всегда все сферы, они примерно должны быть в одном диапазоне, иначе, ну, колесо, оно будет такое кривое и не будет катиться, да, вот, и здесь как раз-таки сейчас просто время пришло немножко потянуть вам свою материальную сторону, для того, чтобы перестать ощущать себя жертвой каких-то обстоятельств, да, ощущать себя в каком-то таком подвиженном состоянии, когда ничего не происходит, то есть, вот это такое чувство, когда вы спите и во сне видите яркие сны, там проживаете, а потом утром как будто бы проснулись и вот как-то, ну, не совсем ярко, то есть, во снах как будто бы жизнь, она была такая достаточно яркая, а вот на его она такая серая, и вот вам вот эту вот серость нужно изменить, привнести чуть больше красок, для того, чтобы она была такой же яркой, как и ваши сны во время сновидений, то есть, для того, чтобы был баланс, поэтому это нормально, и ваша перезагрузка, она будет связана как раз-таки с вашим материальным миром, для чего? Для того, чтобы вы в полной степени могли сказать, что я соответствую архетипу императрицы не в плане интеллекта, а вот именно и умением наслаждаться жизнью благодаря своему интеллекту, не просто потому, что я умная, а я наслаждаюсь жизнью, потому что я умная, потому что я правильно подумала, я совершила правильно, верные действия, я иду в верном направлении, и я получаю урожай того, что я сеяла благодаря своему интеллекту, вот сейчас вы этот урожай еще не получаете, но вы к этому идете. Так, это была первая позиция, переходим к позиции номер 2, красненький камешек, давайте посмотрим, какая у вас перезагрузка идет сейчас. Вы как будто бы здесь перезагружаете свое прошлое, когда вы были не уверены, здесь идет балансировка, если в первом позиции у нас как-то вот выравнивание идет, подтягивание, слабые стороны, сильные, то здесь у вас как будто бы умение балансировать, выравниваете те сценарии, которые повторяются из прошлого. Здесь вот какая-то повторность идет, что здесь связано с этим прошлым, разрушилось, разрушилось ваше прошлое, разрушилась та стабильность, которая была. У кого-то, знаете, здесь в прямом смысле может быть разрушение, связанное с помещением, со зданием, то есть это не обязательно, что дом снесли, это может быть элементарно ремонт, но такой, знаете, капитальный ремонт. Здесь как-то вот с помещениями, с помещением, что-то с этим помещением, какие-то перемены, то ли здесь человек ищет новую, мы не знаем, может быть, новую квартиру, новый дом, может быть, есть желание что-то поменять. Если это не про заведение, не про помещение, не про здание, то здесь в прошлом, да, вот как-то такое чувство, что было все стабильно, было понятно, а потом случилась какая-то неожиданная ситуация, и вам нужно было совершить какой-то выбор, да. Выбор, связанный тоже как-то вот с финансами, с одной стороны, с другой стороны, это, знаете, как-то удержать все, как было раньше. Вот здесь у меня что-то со стабильностью проходит, да, но как будто бы это не получилось, то есть долгое время, может быть, не было развития, а потом произошло неожиданное вмешательство, какая-то ситуация, которую вы не ожидали, и она разрушила то, что долгие годы как-то вы знаете, выстраивалось, либо наоборот долгое время как-то не развивалось что-то, но здесь не за не зависание, а вот все, знаете, все было так четко, понятно, ясно, ну, продуманно, вот долгое-долгое очень время, да, вы жили, ну, как говорится, не тужили, в какой-то вот своей стабильности, а потом она разрушилась, здесь мне какую-то конкретную историю показывают, то есть ваша душа как будто бы приняла решение, что нужно дальше двигаться, но вы не шли, не двигались дальше, потому что было очень страшно, и тогда произошло какое-то вмешательство извне, здесь это может касаться как личной жизни, и так и может здесь не профессиональную, здесь какая-то знаете, вот жизненная ситуация может быть жизни, как будто бы, знаете, вот, ну, человек остался каким-то образом без дома, не знаю, ну, например, был какой-то развод, и вы вынуждены там, я не знаю, переехать куда-то, искать для себя новое жилье, новую квартиру, либо, например, жили долгое время с родителями, что-то произошло, и вы остались без дома, либо вам надо съехать неожиданно, разделить, допустим, вот у вас была квартира, но она была родительская, и вдруг пришло там, ну, а квартира была записана на вас, например, и на брата, не знаю, почему на брата, но так мне идет, и вот надо будет ее разделить, то есть надо будет ее продать, да, и часть отдать брату, часть взять себе, то есть вот что-то здесь такое, что-то связанное с жильем, то есть жизненная какая-то ситуация, может быть, вы работали, работали, потом вас как-то неожиданно уволили, и вы остались без работы, причем работа, это не то, что вы в год работали, здесь кто-то может быть 20 лет работал, 25, может быть, наоборот, работали, вышли на пенсию, и тоже, как теперь жить, то есть здесь была разрушена некая такая устоявшаяся, устаканившаяся жизнь, к которой вы привыкли, в ней было для вас комфортно с точки зрения понятности, но не было какого-то развития для вашей души, не было перемен, и вдруг они неожиданно случились, это вот вот это вот ваше прошлое, а знаете, такое вот ощущение, что неожиданно надо было повзрослеть, причем, знаете, повзрослеть в плане того, что вот как-то про протрезветь хочется сказать, прозреть, увидеть какую-то ситуацию, то есть столько лет здесь не про возраст вообще, то есть столько лет видели, видели, и вдруг неожиданно оказалось, что оказывается я жила вот в каком-то самообмане, что ли, вот здесь такая ситуация тоже может быть, и вот перезагрузка связана с тем, что теперь надо выровнять эту ситуацию, выровнять то, что происходит в моей голове, в вашей голове сейчас происходит какая-то вот такая вот путаница, некий такой хаос, нету ясности, есть какая-то вот суета, мышиная возня, как в вашей голове, так вообще в жизни, то есть такое ощущение, что вы как будто бы то, что делаете, делаете на автомате, то есть нету включенности, я не понимаю, вот знаете, вот как по инерции, то, что делали раньше, делаете и сейчас, и это как защитный такой механизм, да, от того, что если вот вы остановитесь и действительно подумаете, а что вы вообще делаете сейчас в жизни, в данном этапе, то это как будто бы вам будет достаточно сложно, здесь не про то, что это вас ранит, а про то, что вам надо будет как-то потом принять решение, да, и действовать дальше, а вы как раз этого решения и избегаете, ну вот, к примеру, да, купили уже билеты, надо полететь на самолете, вот остается там, я не знаю, часа 4-5, да, отлет, и вот вы мечетесь из одной комнаты в другую, так это я взяла, это я взяла, это я сделала, и вам, например, ваш муж говорит, да уже успокойся, уже все, что нужно взять, мы уже взяли, уже просто сядь и жди, когда время придет, вот вы так, знаете, как это, в попыхах, туда-сюда, туда-сюда, это вот какое-то вот нервное, да, бывает такая нервная реакция, то есть я не могу успокоиться, вот у вас сейчас такая ситуация, вот это вот нервное, почему вот это вот движение туда-сюда, вы как будто бы сбрасываете лишнюю энергию, чтобы вот не думать, потому что, знаете, вот если остановитесь и просто сядете, расслабитесь, здесь такое чувство, что вот вы испугаетесь, здесь будет страх того, что, а что же потом делать, да, вот, а вот в этой машиной возне вы как будто бы забываетесь, говорю еще раз, это вот какой-то защитный механизм у вас идет, и вот с этим у вас сейчас идет перезагрузка вашего, реально вашего прошлого, для чего вам нужна вот эта вот ваша перезагрузка, хотя здесь уже сказала, да, здесь для дальнейшего какого-то вашего развития, потому что застряли, для чего, ну, во-первых, вам не хватает, каких-то знаний, знаете, у вас просто было, здесь, значит, первая чакра и четвертая, сердечная, связаны с чем, ну, во-первых, провал ожиданий, да, карта так и называется, то есть долгое время, вот я говорю, вот вы на что-то надеялись, что, я не знаю, то ли мир так, то ли ситуация, вот так, вот так надо, как будто бы вот так вот правильно, и у вас было вот это вот ощущение, что вы живете правильно, что вы живете так, как надо, но в какой-то момент вы как будто бы ощутили, что что-то не так, вот здесь интуитивно это произошло, это не то, что вы головой это поняли, знаете, вот как-то что-то не то, бывает такое ощущение, вот что-то не ладится, я не могу определить, что и как, и вы как будто бы стали задаваться этим вопросом и искать, и искать ответы, ответы на свои вопросы, что не так, что вас не устраивает, и вот это вот ощущение того, что что-то не так, это и было вот как будто бы подсказкой вашей души, да, либо слыши какая-то подсказка, что надо двигаться, что где-то ты застрял, что дали мы тебе достаточное время побыть в этом, но все равно надо дальше двигаться, дальше развиваться, и здесь вам вот не хватает каких-то знаний, и это знания как раз, знаете, вот они связаны с детством, вы слишком наивны в каких-то моментах и доверчивы, и поэтому здесь карта, которая называется невежество, оно говорит о том, что вам не хватает знания, более зрелой позиции, то есть как быть, ну вот, я не знаю, взрослым, что ли, человеком, получать то, что он хочет, не опираться на какие-то надежды, потому что в надеждах присутствует какая-то пассивность, то есть я сижу и надеюсь, но надо совершать еще какие-то действия, то есть окей, ты надеешься на помощь свыше, но и заяви вселенной о том, что ты готов двигаться, что ты готов принять это, потому что пассивность, она какая-то, вы знаете, неопределенность, это форма неопределенности в данном случае, иногда она хорошая, позитивная, а здесь вот такое ощущение, знаете, нерешительности и наивности, не понимая, как вам дальше двигаться, о чем здесь еще говорится невежество, на чего вам дана, ну для того, чтобы стать королевой, королевой пендакли, извиняюсь, да, и для того, чтобы стать императрицей, здесь у вас, как будто бы, знаете, вы не знаете, как вырасти из девушки, юной, в взрослую, зрелую женщину, то есть энергия у вас хорошая, правильная, как задатки, но они как будто бы, знаете, не перерастают в нечто большее, что-то зрелое, это как в отношениях, да, конфетно-букетный период и вот какая-то дружба, но она как будто бы не перерастает во что-то такое более зрелое, то есть нету развития, поэтому сейчас этап перезагрузки, он вам дан, вы очень медленно развиваетесь, и это неплохо, это нехорошо, вы развиваете в своем ритме, в том, в котором вам комфортно, поэтому торопиться не надо и не надо переживать, что, допустим, вот этот вот момент застревания, он мог у вас занять там и 20, или 25, я здесь чувствую, здесь большой цикл, и это нормально, то есть всему свое время, каждый двигается, развивается в своем ритме, но сейчас просто пришло время, у меня выпадает королева педакли, двойка мечей, как примирение, да, двух противоположностей и императрица, то есть вот как будто бы переход из королевы педакли в императрицу, да, королева педакли, это последний из четырех королев перед императрицей, вот вам как раз таки нужно прийти к императрице, как в первую позицию, только там по-другому, у вас здесь другой путь, вам как будто бы свои желания вы не можете примирить, здесь, знаете, почему вы не можете перейти, вот я говорю невежество, знаний не хватает, у вас есть ожидание того, как будет, когда я, например, стану той женщиной, которой хочу, вот в вашем представлении, да, здесь связано с желаниями, вы как будто бы либо себе не разрешаете что-то, либо вы не понимаете своих желаний, да, то есть вот императрица, знаете, у нее есть такое состояние, как уверенность, как намерие, да, она, с одной стороны, вроде бы что-то такого конкретного не совершает действия, чтобы получить, но в ней настолько велика сила намерения, что она про свои собственные желания может просто озвучивать, и они случаются, например, я хочу там что-то себе, я не знаю, цветы, к примеру, да, я настолько ярко про это подумала, включила воображение, либо встретила там, кого-то с кем-то поговорила, говорю, вот хорошо было бы, допустим, мне цветы подарили, и случился такой момент, что цветы подарили, да, просто так, не знаю, ну как-то вот все сложилось, и вы получили эти цветы, здесь именно про силу намерения, про силу своих желаний, вы как будто бы, знаете, не разрешаете себе, не разрешаете не то, чтобы желать, а здесь вот какая-то сдержанность, вам некомфортно озвучивать о том, что вы хотите, и это не только в материальном плане, а это вот, например, хотите отдохнуть, вам как-то некомфортно, допустим, сказать, что я хочу поспать побольше, к примеру, либо, я не знаю, мне холодно, я хочу, чтобы вот как-то, ну, одеться во что-то более теплое, да, вот здесь какие-то, знаете, желания, они могут быть в мелочах, вы посмотрите, где вы себя ограничиваете, здесь ограничение в своих желаниях, как будто бы человек не понимает свои собственные желания, здесь очень много подавленности, подавленности того, что вы хотите, знаете, может быть это и словесно, вот вы хотите что-то человеку сказать, и вот вы не говорите здесь у людей может быть повышенное давление если у вас действительно повышенное давление это связано с тем что вы очень многое хотите сказать миру не в плане передачи информации а как реакция и вы это в себе сдерживаете то есть вот знаете как-то больше за приличие обращаете внимание что вот так вот неприлично себя вести не знаю может быть зашли к это помещение хотите просто ногу на ногу поставить вот но из-за того что вот вы допустим там в юге либо в платье вот неприятно не принято так сидеть особенно но более взрослое поколение да надо сидеть как-то более ну не знаю по-женски что ли что вот вот такая бы поза была там я не знаю не совсем уместно для женщины здесь что-то такое вот в каких-то мелочах вы себе что-то не разрешаете не обязательно про покупки вы про какие-то действия не знаю иногда просто чего-то может быть захотелось есть такого вкусненького а вы не не разрешаете может быть там не знаю по ночам нельзя есть на ночь или еще что-то я не говорю что вы это делали там про обжорство но вот знаете вот здесь такое ощущение что нужно научиться как-то себе разрешать вот захотелось например поехать за горы до взяли и поехали но у вас есть такое а вот что другие скажут как допустим там ну я уеду а надо приготовить там надо еще что-то вот здесь что-то такое очень много подавленных вот этих энергий это выбивает вас из вашего равновесия здесь как будто бы вы лишаете сами себя вот этой женской энергии через подавленность в том числе и ваша сексуальная энергия она подавленная я не знаю может быть здесь нет удовлетворения какого-то такого знаете вот в сексуальном плане это ведь тоже важно причем не обязательно сам половой акт а именно интимность плане объятий в плане ласк в плане нежностей и вот такого тоже не хватает то есть вот телесные какие-то прикосновения может быть вам хочется чтобы вот вас кто-то обнял такие моменты тоже есть и вот вы их как будто бы подавлять вот здесь посмотрите здесь могут к по психосоматике и женские какие-то заболевания тоже быть да как миомы и все такое ну это вот прям точечно для кого-то вот хорошо для чего вам дана это перезагрузка да то есть что вы тут не видите мы смотрели здесь вам надо работать со своими желаниями для чего вам дана это перезагрузка оператор дьявол ну серьезная перезагрузка великие арканы выпадает ну вот для того чтобы вы нацелились как раз таки знаете с одной стороны более чуть отстаивать свои какие-то позиции отстаивают свои границы и словесно вот я говорю да вы выдавляете что-то какие-то сова хотите сказать здесь нужно научиться знаете передавать свою информацию то что вы хотите говорить более убедительно более уверенно да то есть научиться говорить таким образом чтобы вас слышали здесь у меня такое ощущение что то что мы говорили про невежество незнания возможно какие-то курса ораторского мастерства они бы вам помогли еще расскажу здесь не про манипуляцию а здесь про умение доносить знаете иногда четко выговаривать слова уметь ставить паузы уметь использовать тембр голоса таким образом чтобы понимать где можно громко говорить где можно говорить тихо для того чтобы получить то что ты хочешь здесь вот именно правильное произношение может быть кто-то кортавит может быть кто-то здесь заикается есть тоже такая знаете вот и то что языкать кота но мне некомфортно вот стеснительность Здесь нужно, мне показывают, говорить громко, четко, ярко и вот по существу, вот именно по императору конкретно, не мямлить, не бубнить так тихо, а внятно, лаконичная, внятная речь. Здесь нужно работать над своей речью. Во-первых, с точки зрения женственности это тоже поможет, да, умение использовать свой голос, доносить информацию. Здесь также помимо радорского мастерства, знаете, вот поработать с голосом, как певцы тоже работают, да, либо сценическая какая-то речь. Вот что-то с речью связано, потому что у меня и голос сейчас так вот изменился, речь, она конкретная, да, то есть вот какие-то вот практики, может быть, да, с мышцей лица здесь тоже, посмотрите, может быть, где-то зажатые челюсти, может быть, кто-то по ночам зубами скрипит, вот такое тоже может быть, какое-то вот напряжение. Детский сценарий мне теперь показывают, но нам это не надо в рамках нашего расклада, мне просто сейчас поток пошел информации. Здесь страшно, здесь ваши какие-то страхи, фобии, их нужно проработать, поэтому вот перезагрузка, она идет по поводу, даже не то, чтобы вам разрушить вашу стабильность в прошлом, а она была разрушена для того, чтобы вот вас какие-то качества вас меняют. Да, чтобы вы пришли к императрице, но у каждого путь к императрице свой, ваш абсолютно отличается от первой позиции. Ну вот уже идете. Что касается мужчин, то здесь ситуация с чем связана? Здесь связано с вашей, допустим, если разрушение, то что-то идет в профессиональной сфере с вашей компанией, если вы, как этот, владелец своей какой-то компании, там что-то произошло, какое-то разрушение, может быть. То есть здесь не про банкротство, а здесь про упадок доходов. Если вы работаете на кого-то, то тоже какая-то в структуре той организации, в которой вы работаете, тоже происходят какие-то серьезные перемены. Ну вот такое ощущение, что вот вы долгое время работали на одном месте. И здесь в вашем случае, для чего вам дана перезагрузка для того, чтобы вы как-то дальше пошли в профессиональной сфере. Но в вашем случае тогда очень сильная энергию, влияние на вас играет женская энергия. То ли это ваша энергия внутри вас, да, но мне почему-то кажется больше, что это та женщина, которая находится рядом с вами. Она как будто бы не питает вас той энергией, которая вам необходима. То есть вы такое, знаете, ощущение, что если вы в браке, то этот брак уже вам не приносит какое-то удовольствие. Вы как будто бы избегаете даже долгое время находиться дома. Мне показывают, идут на какие-то командировки, как-то вот больше на какие-то дежурства задерживаться, лишь бы домой не идти, потому что вот как-то домашняя жизнь, она настолько, знаете, хочется сказать, остыть чертела, что я уже туда ходить не хочу. Эту женщину я ведь не хочу. Здесь такая женщина достаточно материальная, в некоторой степени меркантильная. То есть ей от вас как будто бы уже нужны только финансы, а вот она очень требовательная, она просит какой-то, знаете, вот только финансы, чтобы вы несли ответственность. А вот как будто бы отдача взамен вас наполнять, да, вот этим вот уютом, который создает женщина, атмосферу, которую создает женщина, этого нет. Вот вам этого не хватает. Из-за этого вот у вас проблемы сейчас с финансами идут. И здесь как раз таки говорится, если это про внутреннюю энергию женскую внутри вас, то она какая-то вот очень-очень мужская. Ну не хватает, наоборот, вам не хватает какой-то мягкости. Не хватает какой-то энергии, она какая-то вот такая агрессивная. Внутри вас, ваша женщина, она как амазонка, она такая, знаете, очень жесткая, такая мстительная, жестокая. Внутри вас, ваша женщина. Здесь надо больше мягкости. Хочется сказать, надо сбросить, здесь вот прям мужчинам необходимо сбросить вот этот вот накал страсти и энергии, да, то есть вот то, что у вас происходит на работе, такая серьезная ситуация. Я не знаю, это может быть спорт как-то сбросить, да, какие-то мужские виды спорта там. Как играют мужики в эти пейнтбол, да, стреляют этими красками, либо там, я не знаю, в закрытых помещениях, вместо того, что по горам лазят, да, есть эти специальные такие помещения, где ты сбираешься наверх. Не знаю, как по-русски называется. То есть здесь вот вам нужно, такое ощущение, что вот вам нужно не в одиночку заниматься каким-то спортом, да, в спортзале, нет. А вот вам надо какая-то вот командная игра, да, элементарный футбол. Пошли, поиграли, там, поорали, покричали, сбросили всю эту энергию, все хорошо. Сели, отдохнули, потом выпили там пивка, либо просто отдохнули, я не знаю, и пошли домой, и вот вроде бы и наполнены, и в то же время вот огрещивают. Чтобы вам командный какой-то спорт нужен для сбрасывания энергии. Так, это для мужчин. Ну, вот такая вот у меня была вторая позиция. Я знаю, что меня смотрят мужчины, их, правда, не так много, но в любом случае. Так, мы с вами переходим к третьей позиции, зелененький камешек. Какая у вас сейчас идет перезагрузка? Дальнейшего вашего продвижения. Очень важный этап, на самом деле. Два великих аркана. Вообще, я хочу сказать, что тройки, проще, чем я перейду к раскладу, те, кто у меня долгое время находится на канале, здесь у вас идут очень серьезные. С того момента, когда у вас проходил аркан смерти, долгое время был, трансформация, здесь такое ощущение, что вас, как будто бы, знаете, по частичкам разобрали и заново собирают. Действительно очень серьезные. Вот если говорить про трансформацию, то вот у вас они действительно происходят. Очень серьезные перемены произошли. И продолжают идти. Вот ваша перезагрузка, она как раз-таки связана с вашим движением. Для кого-то это действительно по пути вашей души, туда, куда вас ведут. Потому что здесь есть чувство, что для определенной категории людей вас действительно взяли за руку и вас ведут в том направлении, в котором просто необходимо. Для кого-то здесь именно ваше желание встать на тот путь и получить ту звезду, которую вы хотели бы получить. Вот колесница и аркан звезды. Звезда для меня это всегда про состояние нашей души. Да, безусловно, это надежда, да, безусловно, это вера. Но это еще и некое такое состояние воодушевления, когда человек, возможно, впервые задумывается о том, для чего я на земле не с точки зрения поиска себя, а с точки зрения реализации себя именно в социуме через какое-то свое любимое дело, через реализацию своих желаний, задумок, каких-то мечт. И аркан колесничий говорит о том, что нужно здесь совершить прорыв, нужно вот именно нацелиться на тот путь, который вы для себя определите. Поэтому ваша перезагрузка, она связана с какой-то конкретной вашей целью, либо с дальнейшим вашим путем. И так, о чем, о чем еще здесь, да, еще один великий аркан силы. Ну, здесь то, что вас наполняет, да, это будет связано с вашей внутренней силой. Внутренняя сила, как проявляется вот именно состояние силы, как некая уверенность, да, когда я четко знаю, понимаю, куда мне нужно идти. Чисто физически вы это можете ощутить, когда вы наполнены, у вас сразу выпрямляется осанка, вы стоите более, так знаете, с расправленными плечами, с высоко поднятым подбородком, и вы идете, ну, как говорится, напролом, потому что вы знаете, что вам нужно. Вот это вот ощущение уверенности и понимания того, куда я иду. И вот сейчас именно вот это вот состояние, оно вас будет наполнять. Поэтому я могу сказать, что сейчас перезагрузка, которая происходит, она напрямую связана с вашей энергетикой, она напрямую связана с вашим состоянием, с вашей силой, здесь именно вот как-то по внутренним ощущениям, здесь не столь про внешний мир, да, а здесь про, знаете, как будто бы человек, который сумел укротить какие-то свои страхи, да, смог договориться сам с собой. Это когда внутри бывает диалог, и одна часть вас говорит о чем-то одном, другая говорит противоположное, вы как бы колеблетесь, не знаете, как примирить, да, что выбрать. А вот тут такое ощущение, что вы как будто бы смогли примирить две противоборствующие силы внутри вас, да, и смогли их укротить. И вот когда, знаете, и одной спокойно, и другой стороне спокойно внутри вас, и вас ничего вот не отвлекает, вот внутренний диалог, он вас не отвлекает, вы находитесь в себе вот эту вот силу, мощь совершить тот прорыв, который вам необходимо. Потому что сейчас речь идет не просто только о движении вперед, а именно о прорыве, о преодолении. И вот это вот преодоление, знаете, оно может быть как последняя капля, да, что-то случилось, последняя капля, и вот она стала решающей, и я совершил этот прорыв. Здесь сила напрямую связана с вашим внутренним состоянием наполненности. То ли вы дозрели, то ли, вот как я сказала, уже последняя капля, и уже все, уже, как говорится, взорвался, и нужно двигаться дальше. А по колесничьему здесь полная концентрация. Здесь сила, собранная в одном месте, как, знаете, как лазер, лазерный луч, направленная на что-то. То есть здесь очень мощная концентрация. Когда присутствует такого рода концентрация, это вот, знаете, как будто бы сжатие. Попробуйте сжать любую пружинку. Она до определенного момента сжимается, потом так или иначе вырывается из вашей руки, да, и снова разжимается. Вот сейчас вы находитесь в этом моменте, когда вот все сжимается, сжимается, для того, чтобы выстрелило. Как это в физическом плане выражается, когда вокруг вас как будто бы это кольцо ситуации настолько на вас давит со всех сторон, что оно как будто бы вынуждает вас выпрыгнуть из закрытого вашего вот круга. Мне здесь одна мысль, я говорю, передаю информацию. Мне одна мысль, кто-то из подписчиков очень так ярко думает о том, что, не знаю, может быть, я говорю какими-то общими словами, не совсем понятно. Вот здесь мне просто хочется сказать такую ремарку. Не слушайте меня, я всегда про это говорю, не слушайте меня буквально и дословно. Я всегда говорю метафорично, я всегда говорю о состоянии. Слушать надо внутренним своим голосом, да, внутренним ощущением, не обращая на слова конкретные. Если я говорю, например, там про подавленность, это не значит, что вы в упадке, а это ваше какое-то состояние, то, что вас кто-то подавляет. Это внутри ваши мысли, ваше состояние. То есть слушайте меня сердцем. Вы где-то в области солнечного сплетения. Вы ощутите эту энергию, о которой я говорю. Потому что головой, возможно, мы не всегда понимаем слова, и нам не надо. Опять же таки, если кто-то не понимает, о чем я говорю, просто выключите. Вот, ну, это не для вас. Вы как будто бы еще не созрели. Такое тоже может быть. Потому что я говорю о состояниях. И чтобы понять то, о чем я говорю, вы должны заметить это внутри себя, эти состояния. Вы должны научиться жить, обращая внимание на себя. Поэтому закрываю здесь вот это вот пояснение. Оно просто было кому-то необходимо. Здесь необходимость совершения прорыва. Но прорыв будет тогда, когда вы дойдете до точки кипения. Когда на вас настолько вся обстановка будет давить, что вы... Знаете, вот слово хорошее, да, вынужден. Здесь вот вынуждены, здесь не то, что вы хотите, а вот вы вынуждены будете сделать тот шаг по направлению вашего пути, куда вам нужно идти. Поэтому перезагрузка, она связана здесь с этим. Для чего она вам дана? Для чего вам дана перезагрузка? Здесь великие арканы, серьезная такая перезагрузка. Для чего она вам дана? Ну, смотрите, с одной стороны карта называется Мощь Янь, а с другой стороны целостность. Здесь выходит дракон. Для того, чтобы вот как раз-таки вот эта вот мужская энергия... Здесь как раз-таки первая чакра задействована и вторая. Для того, чтобы вы пришли к целостности, вот то, что я говорила про концентрацию, здесь как раз-таки про это говорит, чтобы не было вот... Понимаете, тройки у меня здесь такая особая категория людей, которые, знаете, занимаются именно самопознанием, но очень серьезно и очень глубоко. То есть здесь люди, которые действительно практикуют серьезные вещи. Почему я это говорю? Потому что понимание двойственного мира... Да, мы можем говорить, что есть добро и зло, что есть белое и черное, но это вот какой-то вот бытовой такой простой уровень. А здесь именно уровень понимания законов Вселенной и людям живут в соответствии с этими законами. Знаете, вот как будто бы у меня ощущение, как монахи Шаулина. То есть они очень много работают над собой, практикуют, тренируются, тренируют свой дух, тренируют свое тело. Вот здесь какая-то такая у меня энергия сейчас идет у этих людей, кто смотрит меня по третьей позиции, в плане именно целостности. Потому что не всем душам нужно в данном этапе развития прийти к целостности. То есть здесь к целостности приходят те души, которые готовы на пути развития. То есть они уже четко понимают, вот именно Аркан Колесницы про это говорит. Куда я иду? То есть я хочу, допустим, познать себя. Кто я есть? Для чего я живу в этой жизни? И вот эти вот глубокие вопросы, ответ на вопрос, кто я? Я душа, которая проходит в мире дуальности и оттачивает свои качества. Что я должен сделать? Вот задавание вот этих вот вопросов, они у вас есть, они у вас есть давно. Вы кому-то бы нашли ответы для себя. Кто вы здесь, для чего, что вам нужно сделать, какие качества вам нужно познать, какие нужно наоборот наработать. То есть здесь человек, который осознает это, понимает это. И он понимает, для чего ему нужна целостность. То есть не всем нужно. Кому-то надо прожить несколько воплощений, то есть, допустим, находиться в тьме. Кому-то несколько воплощений, только познать свет. И кому-то только, допустим, уже потом начинать соединять тьму и свет. То есть не всем нужно идти. Здесь вот поэтому вот такое достаточно, здесь не про то, что духовные люди. А здесь люди, которые живут как-то вот, не то чтобы особенно, а в согласии с законами мироздания. То есть здесь люди понимают. И они, например, понимают, как можно реализовать свои желания, как их можно притянуть. Потому что у троек, вот я последнее время замечаю, еще раз скажу, не знаю, почему столько отступлений. Здесь серьезные трансформации на уровне сознания происходят. Здесь не то, что, допустим, вот что-то не получалось, и я методом проб и ошибок выхожу, и там начинаю больше зарабатывать еще. Нет, здесь более серьезный уровень осознанности происходит. Потому что человек понимает, что мне силу, которой вот мощь я, вышла здесь карта, для чего у вас происходит перезагрузка? Для того, чтобы направить всю свою силу, всю свою мощь именно к целостности, к сохранению себя, к тому, чтобы перестать дробить себя на части. То есть я профессионал, я мастер, я мама. Вот этого не должно быть. И чтобы понять это, да, нужно в сознании своем дорасти. Вот здесь люди, которые доросли до этого, они это понимают. Они осознают, что не нужно дробить себя на части. То есть я там душа, я тело, я еще что-то. Нет, все это есть вы. И вот вы сейчас идете, вот звезда, то, что я говорю, это далекий путь, это долгий путь, но он очень яркий внутри вас. То есть вы понимаете, что все, что с вами происходит, происходит для того, чтобы стать, как говорится, здесь дракон, прям дракон нарисован, именно восточный дракон. Целостности, чтобы прийти к целостности внутри себя, чтобы собрать себя по частям. Когда человек не понимает, для чего ему нужна целостность. Вот здесь люди достаточно осознанные, они понимают, для чего целостность. Как это? Это когда, знаете, есть люди, которые четко осознают и понимают, для чего им пробуждать силу, для чего им пробуждать кундалини. То есть как им жить в реальном мире, вне иллюзии. Это очень серьезный опыт. И люди выбирают его, они понимают, почему они хотят это сделать. Вот здесь про этих людей. А есть люди, которые просто слышат и даже не будут обращать на это внимание. То есть, ну я не хочу, зачем, что такое кундалини? Что же такое сила? Зачем она мне нужна, эта сила? Мне, в принципе, у этих людей ассоциация силы с физической, не духовной. И даже если я и буду духовно сильным человеком, для чего мне это нужно? То есть нету понимания, нету уровня такого. Это неплохо, нехорошо. Просто на своем уровне, этапе развития человек находится. Здесь человек находится на достаточно высоком уровне. Давайте я еще уточню, для чего вам нужна эта мужская энергия. Благодаря вот этой мужской активной энергии, да, и в прошлый раз выпадала эта карта, карта риска по пожрум жезлов, пашкостей. Знаете, вам эта энергия нужна для того, чтобы познавать мир. То есть вот этот вот прорыв, он вам нужен для того, чтобы вывести вас на другой уровень познания. Не только познать этот уровень, а это вот какая-то, знаете, такая мощная мотивирующая сила, которая толкает вас в волшебное такое пино, который заставляет вас двигаться вперед. Не останавливается, знаете, на страхах, на каких-то сомнениях. Потому что вот такое ощущение, что путь, куда вы идете, он не для слабонервных. И вы это осознаете, и вам туда не хочется идти. И это понятно, и это нормальное человеческое состояние, такое самосохранение, да, инстинкт самосохранения. Но здесь вот вам эта сила нужна. Знаете, иногда бывает такое выражение, да, дурь в голову ударила, и вот я пошел здесь. Вот вам вот, вот эта вот дурь мужская, она вам нужна, потому что иначе вы не пойдете туда, куда вас сейчас выталкивают. Потому что это такой, знаете, вот серьезный такой путь. То есть, здесь вот туда без риска не идут. Знаете, это вот, не все люди становятся предпринимателями, да, не все становятся бизнесменами, миллиардерами. Почему? Потому что у этих людей очень хорошо развита чуйка. И хорошо развита вот такое хорошее качество риска. То есть, это люди, которые рискуют. И они отдают себе отчет, что да, я могу рисковать большими суммами денег. Но они идут на это, потому что они понимают, что вот эти риски, они могут привести к большему выигрышу. То есть, как говорят, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Нормальному простому человеку, у которого нет мышления такого, не то чтобы рисковать, а нет мышления масштабности, глобальности, он никогда в жизни рисковать не будет. Вот здесь, вот эта вот дурь, о которой я говорю, в хорошем смысле, да, вот бесстрашие, вот что я подразумеваю по словам дурь, неуязвимость, потому что человек как раз-таки вот по аркану, для чего сила-то вам нужна? Вы ее укоротили, свои какие-то страхи для того, чтобы двигаться дальше. Вот для этого вам нужна мужская вот эта вот сила-янь, активности, чтобы двигаться дальше. А куда дальше? Куда дальше? Вот по Аэрофанту. Здесь как будто бы познать какую-то истину. Познать истину материального мира. Разрушить какие-то установки. И в дальнейшем передавать этот опыт другим людям. Знаете, вот я хочу сказать, что почему я говорю о бесстрашии. Здесь такая категория людей, которые, вот, например, не все полезут познавать, там, исследовать Северный полюс, да, не все полезут, например, заниматься альпинизмом, покорять Гималайи, потому что, ну, это очень рискованно, да. Не все поедут, например, в гору Кайлас, потому что знают очень много историй того, какие изменения происходят в сознании человека. То есть не всем все надо. Есть вот какие-то такие, знаете, рисковые парни, хочется сказать. Так вот здесь такая категория людей, которые, знаете, вот исследователи на себе что-то проживают, а потом эти знания передают, вот, экспериментаторами их называют, а потом их передают другим людям с любовью. Вот здесь такое ощущение, что у меня сейчас показана категория людей-экспериментаторов, которые на себе что-то проверяют, экспериментируют, про это говорят там людям, например. Это могут быть тренера о том, как сбросить лишний вес. Вот они на себе экспериментируют, там разные эти добавки химические, разные упражнения, новшества какие-то есть. Ничего для того, чтобы получить опыт и потом передавать. Вот здесь первопроходцы, одним словом, пионеры-первопроходцы проходят, поэтому для этого нужна мужская сила. Для чего вам целостность нужна? Потому что, чтобы перейти на другой уровень, вам нужно излечить свое замерзшее вот это вот сердце. Что-то в душе замерзло, что-то стало как-то, знаете, как в ТикТоке очень часто есть ролик, говорящий о том же, как же нужно обидеть человека, какой опыт он должен прожить в жизни, чтобы ему стало все равно. То есть это как надо обидеть человека, чтобы он сказал, а ладно, мне все равно, я уже привык. И вот здесь вот примерно так же и про вас. То есть как больно должно было быть вам в вашей жизни, чтобы вы уже как-то заморозили свое сердце и сказали, что ладно, все нормально, ничего, идем дальше. То есть как будто бы я уже привык, да, что вот как-то со мной так происходит. Вот и это как раз-таки не случайно связано с вашим экспериментательством, вашим первопроходцем. То есть в тот путь одиночки, который вы идете, здесь нету вам соратников, потому что нету людей, которые бы, ну, во-первых, вас не понимают, зачем вы так, как говорится, себя мучаете. Вот когда можно жить проще, вам наверняка об этом говорят, живи уже проще. Но вы внутри-то видите, у вас же есть эта путеводная звезда, куда она вас ведет. Поэтому целостность вам нужна для того, чтобы перейти на другой уровень. И на этом пути будет достаточно сложно. Для того, чтобы расширить свое сознание. Знаете, иногда вот вы, может быть, делаете какие-то эксперименты над собой, там, я не знаю, регрессология, воспоминания прошлых воплощений, там, гипноз, любые практики, там, расстановки, что угодно. Для чего? Для того, чтобы расширить свое сознание. Для того, чтобы стать свободным, понимаете? Для того, чтобы стать хозяином, вот император, для того, чтобы стать хозяином своей жизни, да? То есть я понимаю, для чего мне целостность нужна, чтобы жить своей жизнью, вне системы, вне программы, насколько это возможно в земном воплощении. Потому что вне программы жить, ну, нереально в мире дуальности, но по мере возможности ощутить свою независимость и свою свободу. Вот здесь про это. Что вам даст эта перезагрузка? Да? Для чего она дана, я сказала, а что она вам даст, когда она у вас случится? Что она вам даст? Ну, мощнейший, мощнейший пинок на самом деле, именно в каком-то финансовом аспекте может быть, да? Как-то сила у вас появится, и она будет выражаться с финансами. На финансах как-то вот отразится ваша энергетика на материальном плане. Что еще она вам даст? Умение балансировать, да, то есть перестать эмоционировать по поводу каких-то кризисных моментов. То есть, знаете, как вот я не случайно сказала вот это вот выражение, то есть как надо человек обидеть, чтобы он сказал, что я уже привык. Так вот здесь вот как будто бы у вас иммунитет должен выработаться по аркану умеренности, что вы должны прийти к состоянию умеренности, что, знаете, вот неуязвимость. Иногда у меня приходят какие-то слова, я не понимаю, почему я и говорю. Но вот сейчас вот у меня краски дает вот это вот пояснение по аркану умеренности, откуда вот эта вот ваша неуязвимость появляется к тому, что как будто бы срабатывает иммунитет. Очень много сложных ситуаций. Вот вы становитесь стрессоустойчивыми. Для чего вам это нужно? Чтобы вот это вот качество стрессоустойчивости, оно вам поможет дальше двигаться на своем исследовательском пути жизни вашей. То есть у вас, как говорится, знаете, настолько помотало человеку, что его уже удивить нечего. Вот здесь настолько кризисные ситуации бывают в вашей жизни, что казалось бы, что вас уже удивить нечего. И вы как будто бы более спокойно к этому относитесь. И вот именно вот в этом спокойствии, как плюс, вы получаете то, что вы хотите. Раньше были качели, раньше переживали, эмоционировали. А сейчас уже как будто, знаете, вот это вот безразличие происходит. С одной стороны, как защитный механизм организма. То есть я как будто бы убегаю от этой ситуации в плане, ну вот прикидываясь, что это не со мной происходит. То есть игнор – это тоже своего рода форма страха. То есть замирание. Вот у вас не побег происходит, а замирание. Но здесь это замирание, оно вам в плюс идёт. То есть вы становитесь сильнее, Иерафан. И вам это нужно. Второй раз, по-моему, Иерафан, да, на повторе. Это вам нужно на пути познания именно законов мироздания. То есть тот человек, который встаёт на путь познания себя, у него этот путь никогда простым не будет, никогда лёгким он не будет. Он всегда будет преодолевать какие-то трудности, сложности. Потому что только через них он сможет проверить себя, проверяет себя, проверяет себя на прочность, проверяет свои качества, проверяет свои способности. Тот, кто живёт легко, без каких-то преодолений, он никогда не сможет познать на 100% на что он способен. Так вот здесь вот эти вот трудности, они вам даны для того, чтобы вы познавали, на что вы способны. То есть я не знаю, у меня почему-то пример такой идёт, когда вам перекрывает кислород. Вот насколько ты сможешь задержать своё дыхание. Каждый раз вам больше и больше перекрывает, как будто бы через это вырабатывает продолжительность. Для чего? Потому что когда-то в вашей жизни, допустим, нам случается так, что вы попадаете в воду, вот, и вынуждены держать, например, своё дыхание под водой, чтобы вас никто не увидел. Не знаю, по какой причине, вот такой вот может быть, дайвингом занимаетесь. И вот это вот важно. И вот тогда вы понимаете, для чего столько времени меня подготавливали. Вот здесь как это, знаете, как спецназ некий. Для чего меня столько времени подготавливали, для действительно настоящего боя. Вот здесь ощущение того, что вас всё время подготавливают. Для чего? Для того, чтобы в какой-то момент у вас поизменилось сознание, и вы поняли, осознали, для чего вы живёте в этой жизни, на земле, именно в этом теле, в этом воплощении. Потому что иерофант – это про мировоззрение. Это про союз, канал с высшими силами, когда иерофант напрямую берёт информацию через Путина, там он соединяет с Хессы, с мудростью на древо жизни. Он как раз-таки, иерофант получает знания, как будто бы потустороннего мира, чего-то такого возвышенного, духовного. Он берёт эту информацию и передаёт миру. Вот у вас здесь как раз-таки такой опыт, когда человек что-то, вот ваша такая задача – передавать знания, но знания, не приобретённые из книжек, а какого-то своего, собственного, личного опыта. Вот здесь какая-то такая достаточно масштабная задача. С одной стороны, для вас познание себя, а с другой стороны, для людей. Вот такая у меня была третья позиция. Сегодня расклад достаточно глубокий. В принципе, наверное, все такие расклады. Но иногда я по ощущениям и по энергиям чувствую, что здесь присутствует глубина, а здесь нет. И знаете, когда я читаю комментарии, бывает такое, что я сама удивляюсь, как вот этот человек попал ко мне на канал. Почему? Потому что ту информацию, которую я передаю, вроде бы он ещё не готов. Но с другой стороны, я понимаю, что если этот человек на моём канале, и такое я встречаю неоднократно, когда люди приходят, слушают, ничего не понимают, уходят, а потом приходят через какое-то время, возвращаются, через полгода, через год, и вдруг неожиданно, знаете, глаза открываются. О, теперь я вас понимаю, теперь я понимаю, что вы транслируете. Вот. Поэтому, ну, я, конечно же, как человек по-разному, разные моменты реагирую. Иногда бывает такое, интересно, зачем тогда слушаешь, если не непонятно. С другой стороны, я понимаю, что вот именно таких людей я беру и веду как раз-таки к противоположную сторону, а дальше они уже самостоятельным путём идут в своё развитие. Ладно, это так, просто мысли вслух, рассуждения. Я благодарю вас за внимание, хочу пожелать вам всем отличной недели, хорошего настроения. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, как минимум, писать комментарии, потому что, ну, мне важно продвижение моего канала в таких трудных, сложных, для меня, по крайней мере, времена в плане профессиональной, профессиональной сферы. Времена сами по себе сложные, но и для меня в данном моём направлении, именно самопознание. Таких каналов не так много, и расклады такие не очень-то любят смотреть люди. Поэтому с вашей помощью и с моими стараниями очень-очень хочется, чтобы всё-таки канал развивался. Что-то много откровений сегодня. Ладно, прощаюсь с вами. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok